ребят всем привет сегодня я выбралась наконец-то город не было уже почти два месяца из-за жуткой жары и сегодня моя вот эта вылазка совпало с днем моря к нам прибыли 16 прекраснейших кораблей у нас этом году все-таки решили сделать ежегодный наш праздник и море мы сегодня посмотрим с вами на некоторые корабли на которые сможем попасть посещение бесплатно и между портами курсирует морское такси и все эти корабли расположены в разных портах города лето в этом году в эстонии ужасно жарко и вот такое ощущение как будто в начале июня включили нам отопление на улице до сих пор его не сбавили это аномально потому что обычно у нас за лето ну дни 15 таких вот жарких 25 и чуть больше и солнечных на 1 дней 30 летних месяцев набирается у меня за последние годы скопилась неплохая коллекция летних курток и плащи так что ни о каком глобальном потеплении климата речь не идет просто вот такая аномалия погоды в этом году есть даже анекдот на тему нашего лета у эстон спрашивают а лето у вас вообще было говорит конечно но я в тот день работал снимая сегодня на новый телефон очень трудно смотреть в эту камеру телефона с левой стороны обычно моя камера который я привыкла она смотрит мне прямо в глаза поэтому глаза мы сейчас немножко бегают так что прошу прощения за такие вот неловкие моменты а ну вот житель старого города иди сюда ко мне ты красавец мягонький такой да как тебя зовут я сейчас гуляю и преследует цель присесть где-нибудь в кафе выпить кофе с пирожным это у меня такая традиция на 1 месяц вязать из дома ездить центр города и посидеть где-нибудь в кафе сижу в кафе вот с таким вот красивым видом практически в центре старого города здесь через проулок радушная площадь и кафе называется моя смог это самая старая кафе которая осталась на том же месте через многие годы так ну и про цены центре города я взяла картофельный салат кофе латте и кусочек торта соленой карамелью вместе с налогами не получилось 10 евро за 10 евро можно купить себе так что удовольствие обедать даже вот так немного центра города это не дешевое удовольствие у нас город потихоньку жевает есть туристы на улице что радует часто звучит итальянская английская речь мы уже отвыкли от этого шума на улицах от громких разговоров странно немножко сейчас мы с вами зайдем во двор доминиканского монастыря я вас сюда еще не водила как-нибудь обязательно сходим вот этот лесенка наверх идет сам доминиканский монастырь как-нибудь мы с вами сюда обязательно сходим я вам расскажу историю этого монастыря наши вездесущие чайки здесь очень пахнет сыростью потому что думать всегда затенем к ней и джимс венимор купер на русском языке набоков вот такой он дворик здесь стеклодумная мастерская куда можно заклинуть но сейчас вот закрыта а надпись вывески сделана на латыни что девушка работница музея пригласил меня посетить монастырь что в общем то я сейчас и сделаю так мы с вами в доминиканском монастыре я сейчас не очень отчетливо помню его историю при монтаже подпишу обязательно год постройки вот это помещение называется сокристия здесь хранились всевозможные священные реликвии монастыря одеяния а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь вот гавань такая И здесь два терминала Один на одном берегу, другой на другом Посмотрите, вот там Вдалеке идет паром Сейчас будет причаливать А вот эта белая высокая конструкция Это открыли зимой Мост раздвижной Но сейчас он Видите, закрыт Потому что Нужен доступ В гавань яхтам А вот это постоянный житель Нашей гавани Адмиралфейской Корабль «Адмирал» Субтитры создавал DimaTorzok Капитанскую рубку Корабль «Адмирал» Вот так вот здесь все выглядит Мост раздвижной «Адмирал» Субтитры создавал DimaTorzok И вот такой шикарный вид отсюда открывается на яхтиную гавань. Я отдыхаю тут в тенечке. Вот чайка пришла узнать, есть ли у меня что-нибудь съедобное. Но, к сожалению, нечем угостить совсем. Я просто пью воду, потому что очень-очень жарко опять у нас. В общем, прогулялась я до одного из терминалов, где организована площадка для празднования дней моря. Это ужасно в плане организации. Огромная территория под открытым солнцем. Очень мало искусственной тени, очень мало каких-то палаток, где можно спрятаться. Музыка грохочет. Вся эта копченость, выпечка, которую там продают, это все пахнет в горячем воздухе. Это все держится, не выветривается, несмотря на то, что море. В общем, ужасно. И мало того, еще кораблей каких-то интересных, кроме двух современных паромов, в этой гавани нет. Они находятся в гаванях, которые дальше. Но сегодня я туда уже не дойду. Мне просто нет сил. Я уже устала и очень жарко. Наверное, завтра на велосипеде проеду и поснимаю вам. И, скорее всего, это будет не тематическое видео по итогу, а такой влог, как называют это блогеры. Но посмотрим, может быть, он тоже получится вполне себе интересным и смотрибельным. Корабли на самом деле сейчас в море. Вот там впереди российский фрегат «Штандарт». Порт переписки Санкт-Петербург, который был выполнен в точности, как военные суда времен Петра Первого. Вот, и все. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok До новых встреч! Всего хорошего!